В эту пятницу закончился последний этап Северного Многоборья. Наш корреспондент вместе со спортсменами прошла весь этот сложный путь, но на последние испытания не решилась. Что так напугало Лалу Гласанову в прыжках через нарты? Об этом расскажет она сама. Прыжки через нарты – национальные забавы, а теперь и вид спорта. Это под силу не каждому. 10 нарт, одна шириной в 40 сантиметров, стоят на расстоянии друг от друга в полметра. Спортсмены должны перепрыгнуть, потом развороты и снова прыжки. Давай, давай, работай! Разворот! Три, два, раз! Ну что, как спортсменка? Нормально. Сколько смогла? 120. Это за второй попытки? Нет. Что, у тебя травма какая-то? Связки. Со стороны кажется, что дистанция дается нелегко, на пределе сил. Но тренеры убеждают, для этих ребят задача совсем не сложная. Мы прыгаем до последнего, до последней нарты, до каждого сантиметра, миллиметра боремся. Это ваш главный тип из вашей команды. А иначе не выиграешь. С начальных классов детей готовим, уже с младшего возраста начинаем готовить. И со временем они выходят, спортсмены лучше из лучших отбираются. На площадке работают медики, которые следят за состоянием каждого участника. У спортсменов три попытки, в течение которых они должны как можно большее количество раз перепрыгнуть через нарты. Если попытка не удалась или участник остановился, то его результат обнуляется. Пройти через такое я не решилась. Впрочем, как и некоторые участники. Вторую и третью попытку этапа первенства немногие спешили использовать. Это очень сложный, выматывающий вид. Он очень долгий, трудный. Это самое сложное из пятиборья, из многоборья. Он выматывает дыхалку, мышечную выносливость. Надо очень хорошо тренироваться, чтобы прыгать очень много. О том, что хорошо и упорно нужно тренироваться перед чемпионатом, такого уровня знают все эти юные спортсмены. Для меня эти соревнования значат то, чтобы стать лучше, показать свои результаты другим соперникам, побороть себя. И чтобы наша команда стала лучшим среди всех остальных регионов. Я в первый раз на таких соревнованиях, таких масштабных, все российских. Для меня это значит то, что я могу показать свои результаты кому-нибудь, добиться их и преодолеть. И тем более это опыт, очень большой опыт. Не победила в этом году. В следующий раз будет шанс больше. Так прошли завершающие игры первенства по северному многоборью. Всю неделю мы вместе с вами знакомились с необычным национальным спортом. Пусть в последний день и не решились выйти на последнюю дистанцию, на которой определилась сильнейшая команда. Это сборная Янау. На втором месте сборная Красноярского края. На третьем – Магаданская область. Лала Гасанова, Феликс Россихин, телерадио компания «Сигма» для НУР-24.